Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 октября и я вот сегодня описываю вам свои новинки, последние сорта, которые есть в наличии. Я вот про эти сорта, правда, хотела написать просто заметку, статью. Ну, у нас тут форс-мажор, прокладывали по улице водопровод и порвали нам кабель интернет. А так как уже засыпали строители, они теперь вот рабочие будут искать порыв и сказали, до понедельника мы будем сидеть без интернета. Значит, сам Бог велел поподробнее описать вот эти два сорта. И во время первого видео я вам уже сказала, что сегодня буду описывать, рассказывать про два сорта, которые были новинки, которые мне оба понравились, но которые совершенно разные. Вот вообще они даже рядом не сидели, не стояли. Они разные по форме, видите, они разные по цвету, разные по вкусу, разные по характеристикам, разные по стране, по производителю, по родине, по своей. Но они так мне понравились, они оба прекрасны, что я оставлю их на будущий год оба и не могу не рассказать об обоих сортах подробнее. Вот когда я снимала первоначальное видео, я сказала, что это сорт рабочая лошадка, а это у нас экзотика. И они обе редкие, как оба сорта для меня редкие, потому что это гость с Дальнего Востока, а у нас в торговле нет Дальневосточных томатов. У нас обычно Сибирский сад, там семена Алтая, а это с Дальневосточной опытной станции, Вера Рязанова мне прислала фабричные семена, а это заграничные. Поэтому они оба редкие, но по-разному. Вот этот сорт Аметистовая драгоценность, конечно, он редкий, но он редкий. Тот редкий, потому что просто не завозят, а этот редкий, потому что он экзотический, коллекционный, иностранный. Это вот номер 217 Аметистовая драгоценность. Еще под одним названием он известен, некоторые Аметистовое сокровище называют, некоторые Аметистовая драгоценность. ценность. Его можно купить, наверное, только у коллекционеров. Я не интересовалась сильно, но в магазинах точно нет. Мне он пришел вообще дальними путями. Прислали из Германии. Прислала Анна Вагнер. Так что у меня вот этот сорт прям настоящий, иностранный. Даже семена из-за границы пришли. Ну, конечно, у нас в стране тоже гуляют эти семена. Их очень многие даже выращивали. Но мне он попался впервые. Потому что я редко, когда у коллекционеров сейчас выписываю, как-то или обмениваюсь с кем-то, или где-то так приобретаю. Ну, вот эта аметистовая драгоценность у меня первый раз. Конечно, у меня есть такие синеплодные томаты. Кто у меня семена заказывал, знают, что у меня есть под вид этих голубая звезда, голубая старица, голубика. Но те у меня фиолетовые с красным. То есть у них вот такая, в точь такая фиолетовая вот эта сторона. А когда перевернешь, вот здесь у них ну как, когда проявляется красный цвет. А у аметистовой драгоценности он розовый. И аметистовая драгоценность, она более темная, а голубая звезда у нее здесь фиолетовая, а здесь прям ярко-красная. И на разрезе красная. Ну, короче, они одинаковые. Но когда на кустах висят, они вот, ну, очень похожи, потому что это тоже не крупноплодная. Указывается вес 150-200 грамм. Для томата это немного, небольшой вес. Поэтому они, когда висят на кустах, они кажутся меленькими. Это, конечно, последние уже, как вы понимаете, 4 октября. Эти последние и эти сняты были с последней партией уже зелеными. Тут вот полосатый шоколад затесался один, тоже не вызрел. Я его зеленым сняла, он поспел. Но у нас сегодня главный герой вот эта аметистовая драгоценность. Потому что я и сама с ней знакомлюсь впервые. И вас хочу тоже познакомить. Так. Общие сведения такие вот, чтобы вы знали, что это американский сорт выведен в США. Довольно-таки молодой. В 2013 году всего появился автор все тот же Брэд Гейтс, который подарил миру очень много вот таких вот экзотических сортов. Я про него упоминала вчера, когда рассказывала про сумасшедшие вишни Барри, которые поражают своей лёжкостью, своей урожайностью. Это все тоже вот из той же серии того же автора. Открылась я для себя его не так давно, но мне очень нравятся вот такие интересные томаты. Много лет я не выращивала импортные, я только сибирские-сибирские, потом один раз прислали, понравился, второй раз прислали. И вот эта аметистовая драгоценность тоже мне понравилась. Это сорт, вот именно который совмещает в себе необычный, ну по крайней мере непривычный для нас, вот для меня, вот такой необычный экзотический вкус плодов и такую же необычную окраску, фиолетовую с розовым. Я не знаю, является он бикалором или нет, но у него именно два цвета. Вот такой фиолетовый и вот здесь вот розовый на вершинке. Форма у него классическая, вот такая, округло-приплюснутая, как у всех томатов. Как я уже говорила, и вес небольшой, и так же, как у моих голубых томатов, плоды не растрескиваются. Это хорошо. Но изюминкой этого сорта является именно вкус плодов. И это, между прочим, может понравиться не всем. Я сейчас объясню, почему. Мы привыкли, что все томаты обладают вот такой кислинкой в той или иной мере. Даже когда пробуешь сладкий томат, все равно чувствуется, что есть там кислота. Именно это отличительная черта томатов. Природная кислота. Именно из-за присутствия этой природной кислоты она вот позволяет нам делать многие заготовки из томатов без добавления уксуса. Вот я в прошлом году показывала, я делаю и суповые заправки, и все вот такие вот, где намешиваю томаты, я уксус не добавляю, потому что там кислота. И мы ее чувствуем, когда кушаем. А вот у аметистовой драгоценности эта кислинка отсутствует. И поэтому вкус такой, ну, необычный, непривычный для нас. И как некоторые обозначают его как фруктовый, а некоторые наоборот характеризуют его как пресный. Вот ничего он не выражает, томатного там ничего нет. Вот лично мне непривычно, я не знаю, кому как, потому что я с самого рождения знаю, что помидоры должны быть кисленькими. Особенно у нас в сибирском регионе, особенно раньше, когда не было теплиц, у нас не вызревали, и не было вот таких сортов сладких, присладких. У нас много сортов не вызревало до конца, ели полуспелыми. И с детства мы уже знаем, что помидоры, они кислые, а иногда и кислящие. Но вот к этому нужно привыкнуть. И для взрослых россиян, по крайней мере, для многих такой десертный вот непривычный вкус не очень нравится. Но зато по отзывам огородников он нравится детям, у которых еще не сформировалось вот такого, как говорится, вкусового пристрастия, каких-то вкусовых норм. Они еще не знают, что помидор должен быть обязательно с кислиночкой. И вот этот фруктовый, в некоторых статьях даже его называют карамельный вкус. Детям очень нравится. И я как, ну это просто вот сейчас мои размышления, я не знаю точно, не читала нигде научных обоснований. Мне кажется, что вот такие томаты, в которых мало кислоты и нет кислинки, они, наверное, скорее всего подходят для диетического питания, для людей, вот у которых какие-то проблемы, так же, как я говорила про желтые и оранжевые томаты, что их рекомендуют есть вместо красных вот людям уже, ну больным каким-то, у которых есть какие-то такие заболевания. Но точно не знаю, я знаю только, что вот этот синий атециан, присутствие его, оно очень полезное. Все, выращиваю этот сорт впервые. Было очень мало, один куст на улице, один куст в теплице. Не изучила его до конца, объем информации об этом сорте у меня еще не полный и не очень велик, но я подытожу пока что то, что знаю. Сорт аметистовая драгоценность это зарубежный автор Брэд Гейтс это редкий сорт коллекционный. В магазинах обычно не продается, ну, как утверждают люди, красивый, сладкий, но это не рабочая лошадка, это именно экзотика. И если вам нужно для кетчупов, для каких-то там томатной пасты, там для суповых заправок, конечно, это не тот сорт. Я вот сейчас попробую разрезать, вам его показать в серединке. Я уже ела его, но если честно, я пока ничего не понимаю. Для меня вкус непривычный какой-то, ну, вроде бы вкусненький, но я еще не могу сказать точно, нравится мне этот вкус или не нравится. Пока что нравится красота, пока что нравится, что он отличается от других, пока что нравится, что он расширил мой кругозор, мои знания о сортах, опознаниях в томатах. Так что вот два сорта очаровательных Саммит и Аметистовая драгоценность это новинки этого года. Напомню, что Аметистовая драгоценность номер 217, а Саммит, ой, сейчас посмотрю в каталоге, они у меня новенькие, даже не помню, 289, он стоит почти в самом конце списка. Все, до свидания. Сегодня знакомились с такими очаровательными новинками, с очень разными. Это массовый, это для души. До свидания.